друзья привет сегодня у нас а кстати я забыл переодеться ну ладно я так покажу у меня рубашка то модная а под ней вот такая картинка сегодня я тематически и и одел потому что я-то старый уже макс молодой а блюдо нас сегодня будет в общем то такое слегка старперска сморчки ребят они кстати еще идут же да смотри вот это смачки это последнее вообще смачка который есть далее они пойдут уже мороженое либо сушеным сейчас еще немножко пойдут строчки и далее уже середина где-то июня будут у нас лисички нос со строчками в принципе похожие технологии я понимаю смотрели строчки они вообще считает сюда вид а вот со смачками чуть проще то есть мы их слегка отмачиваем в сельном растворе в легком сельном растворе для того чтобы во первых все жучки оттуда выпали и грязь я люблю жучка меня мясо побольше его надо далее мы просушиваем и закрываем на масло вот и дальше уже используем блюдо а строчки которые ты говоришь потом пойдут они ну в принципе по той же технологии могут быть приготовлены да только их нужно еще ну типа проваривать а то есть проварил и дальше жаришь не кстати не надо это не надо мне кстати строчки тоже есть мы можем и со строчками попробовать и с смачками ну сегодня успеем а так в принципе да окей все я удаляюсь давай твори магию я за кадр так сегодня мы будем готовить в принципе довольно простое блюдо возьмем три основных ингредиента это будет картошка грибы грибы у нас смачки сделаем соус на основе сливок репчатого лука немного вина и из морщков и сделаем мельфей из картофеля мельфей и гратен как удобно то есть это будет запеченный картофель в масле в сливочном будет много много сливочного масла в этом рецепте берем картофель чистим его и нам нужно аккуратно сердцевина вот чет новенькая да вырезаем форму делаем вот такие брусочки ну-ка покажи мне еще раз на камеру на мою сексе да эти штуки не выкидываем отправим их в пирожечку а у вас есть меню вот эта вот история нет нет на то есть ты на мне эксперименты ставишь конечно ну понятно но слушай у нас мне часто бывают всякие спешила и мы как раз такие штуки водим то есть у нас формат более такой комфорт фуд то есть простая понятная еда и раз в неделю мы позволяем себе по подготовить что-то интересное и также проводим всякие ужины сета которые можем поговорить как раз о истории какой то сейчас пошел наконец-таки очень крутой сезон на который можно как раз играть со вкусами а то есть всякие свежаки вот эти да и до часа черемша была еловые побеги пошли смородина листья смородина тоже вообще кай так нарезали на бруски и нарезаем на слайсе можно на мандолине вообще без разницы как удобно режу примерно 2 миллиметра вообще мне вот страшно всегда вот этот аппарат у вас видите вот да вот вот так вот он у нас уже реакция как засчитывала ли вылетает я кстати ни разу не резался на слайд вообще не давай знаешь сплюнь вот не надо сейчас нам тут это кстати всегда говорю это и думаю ну вот все сегодня пришел день потому что это сказал то есть тут у нас супер простые вкусы это картошка сливочное масло немного тимьяна отправляем в духовку конвектор и запекаем на течение 20 минут огонь фух я выдохнул прям так прикинь я режу режу эти прям до кровь камера бац берем с троем то есть пергамента расскажи что у тебя для идеально это с грибочками с грибочками ты знаешь для меня сморчки вот эти это со сметаной хорошая закуска под холодненькую рюмочку ну слушай мы сделаем рюмочку ты за рулем я нет я без руля отлично музыка хотя не не опускай остается мы же уже не монетизируем ся нам вообще по болту а так вам что этот она могут какие-нибудь нет просто монетизацию раньше снимали за музыку а сейчас ее как бы нет поэтому нам фиолетово стало а сейчас выхлопа вообще нету от слова совсем то есть чисто на голом энтузиазме все происходит нормально не но мы же при этом сами учимся понимаешь допустим я вот сходил к саше волкову медведеву и жена получила целеуказание повторить нормас так собираем картошку до 1 к 1 то есть и сначала ее порезал на кусочки а теперь ты собираешь заново шайбочку сам прикол то что еще нужно собрать очень типа ровненько чтобы они получились правильной формы ван притежь репчатый лук чищеный чищеный репчатый лук а вот оно как делается я понял для чего все ровно надо чтобы она не сдвигалась так и чего и вот в таком виде в духовку или мнение а ты же начинал в нижнем нет карьеру свою нет мнения нет я сам же стал с узбекистана вообще а тут я забыл извини вода воды утекло да 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 в нижнем новгороде просто какое-то время на волос а я понял да то есть там с документами проблемы решал в армию ушел вот и принципе там даже не не работал точно я забыл ты же у нас солнечный парень узбек поэтому собственно и маринады все связано с чем-то свежим чесноком кинзой побольше такого хорошая песня жить и строить помогать кстати тут играет греческое радио греческое мы изначально долго думали что делать с музыкой и потом не парись просто включили греческое да да потом врубили греческое радио таки его нам нравится на отлично что нам нужно врезаем одну часть чтобы картошка стояла о как вот хлопа так эту штуку мы убираем убираем все лишнее обрезки в пюрешечку конечно а вот зачем я понял чтобы она вот такая была да нам чуть нужно чтобы она была конфи конфеты чтобы она под запекла чуть маслица а я уже понял не полностью закрываешь да там было так и чё нам нужно нам нужно много соли и масло сливочного да 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 обильно я так понимаю конечно так это у нас тимьянчик а вообще ты делаешь такую аль денте картошку практикуешь конечно не да не да что внутри сыровато было да 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 чтобы похоже стола вот так слушай меня на самом деле осталось ну типа впечатление с детства когда мама типа делала картошку жареную и часто подходил в тот момент когда она еще и еще не до конца да да когда она и во первых резала я ел ее сырую а мне она нравилась по вкусу вот ну и собственно когда пока она готовила это все пробовал мне было интересно именно как это получается в процессе вот так и немного перца все и кидаем обильно сливочного масла ох зожники сейчас просто трепещет и она прям сейчас супер не зож у нас много-много будет сливочного масла много сливок картошки все что надо все это чудо еще приходит в духовку да уходит духовку отправляем духовку 180 градусов на минут 20 и смотрим картошка готова когда она начинает быть золотистой и внутри уже становится мягкой можно затестить именно шпажка или чем угодно все кидаем да какой злой аппарат 180 градусов погнали так чего дальше мы со сморщиками колдуем да давай сделаем соус со сморщиками пока картошка будет запекаться мы можем отснять как шпажки одеваем давай кстати даже сейчас ема сырую картошку мне нравится так будем делать соус со сморщиками луком по классике сморщики у меня уже тут слегка прижаренная обработана прижаренная да да тут сморщики у нас они со свежачок то есть собрали они еще такие а то есть нужны и такие и такие да нет будем использовать уже готовые которые есть но по факту вот не свежачок лук режем крупно будем пассеровать сморщики крупные будем резать пополам что они у нас будут соусе огонь есть возьмем немного чеснока будем его слазить то есть сколько ты там по сути взял грибов пару троечку но я тут ну слушай тут 50 грамм примерно а у вас какой-то собиратель сморщиков есть или до чувак находится в краснодаре вот и вообще все грибы привозят оттуда то есть там идет сезон а мне отписывается что макс у нас появились грибочки а собирают даже не они а собирают но всякие бабульки наверно бабульки и продают им то есть в принципе у них можно найти все грибы начиная от мухоморов заканчивая строчками смачками лисичками и всем подобным мы как-то на ужин использовали как раз мухоморы да да сушеный принципе можно есть небольшом количестве вот и мы использовали как пудру то есть материал на микроплане пошла сейчас мода на мухоморы я заметил да мухоморы микро дозинг супер популярная штука еще стала так берем сотейник сотейник немного подсолнечного масла и хорошенько прогреваем можно туда переместиться там будет удобно ой какая у тебя там шакушка . эти мешать не буду вот полотен так посмотрел тебя ты всегда бишь а ты всегда бишь знаешь когда я залетаю на кухне у них там идут свои процессы ты приходишь такой просто вводишь их в ступор типа все пассируем не сильно ужариваем он не хрустел сразу подсаливаем немного сахара очка глазу не об готова так потом добавляем немного чеснока а я забыл а ты в армии тоже поваром служил да я был в армии рота материального обеспечения командир отделения поваров и потом закидываем сморщики добавляем огонь грибочки все тоже остановил процесс но он сейчас будет томится потом я бахну немного туда вина все это выпарим чего еще раз бахну что туда вина она да 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 куда же без него конечно белого пошла ароматика я понял главное периодически потряхивать да 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 так я добавлю еще немного туда куриного жира заранее вытопленного да мы варим бульон снимаем оттуда жира потом вытопливаем его мне кажется уже готова добавим еще немного куриного бульона обычного ну слушай все есть добавим сливочки и еще чуть-чуть слушай они прям такие как сметана так выбираем на маленький огонь немного петрушки все и далее добиваем по вкусу же перчик так и самый последний жир мы добавляем сливочное масло сливочное масло до я же обещал будет совсем не сложно было я же обещал то что будет супер жирно уже без огня просто она на само там собираем в сторону и ждем картошку наш так картошки подаем немного еще в маслице а уже готова не нет еще когда будет золотистый начался а вот так что будем сейчас картошку собирать да давай сейчас я кое-кого сажу может быть собственно картошка у нас готова появился колер а ты че все не пробуешь но я надеюсь он сейчас все детям да мне кажется бумагу тоже можно есть она уже пропиталась что пропали мая сверху чуть перцем наш соус такая сморщиковая прелесть на картошку мы возьмем немного прикольного масла и добавим немного пыли из белых грибов и как же без петрушки все да я думала прямо из этой так же тут у нас картофельный мельфей сморчки много жира много сливок много сливочного масла любим вот так что берешь картошечку берешь сморчок горячая да аккуратнее а что за зеленка лук не тут у петрушка это петрушка аккуратно сегодня самый лучший день моей жизни не парень али очень вкусно картошка как ты любишь прям еще хочу сейчас ммм максим давай все петелька спасибо тебе большое это очень вкусно я даже не ожидала что они так странно выглядят и такие вкусные это кстати последние сморчки в этом сезоне вообще ну если бы я увидела сморчок я бы не захотела бы его есть да и он довольно милый надеюсь получилось потому что я говорю у меня прям непривычно супер вообще у вас это меню есть нет у меня нету это ты придумал ну как придум придумали уже давно но типа просто повторил попробуй картошку попробуй картошку успела? давай на двоину я просто попробовать хотел и что приготовил и что приготовил и